Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Я только что вернулась с почты, забрала бандероль. Кстати говоря, пакет, он не выглядит таким большим, но на деле он почти 3 килограмма. Я даже не ожидала, что он такой тяжеленький будет. Вы просто посмотрите, сколько у нас тут всего. Как же это тяжело. По упаковке, мне кажется, все уже поняли, откуда это у нас. И давайте это открывать. Так, что тут у нас? Так, давайте по порядку. Так, я все достала, и давайте смотреть, что тут у нас. Ну, начнем с того, что, как всегда, я заказывала в шопе LoveStay. Каждый раз меня продолжают спрашивать в комментариях, поэтому я снова показываю визитку. Вот, шоп ВКонтакте. LoveStay, прям так забиваете? И у вас высвечивается. У меня в этот раз с Феликсом. Это у нас от Ани ко мне пришло, вот. И она у меня спросила, кого мне не хватает. У меня не было Феликса, и она мне положила. Так, давайте посмотрим. Тут у нас красота. Посмотрите, жвачка, как всегда. Вот такие стикеры. И я даже не знаю, с чего начать. Я долго думала, что сначала альбомы открыть или журналы, и вот это. Давайте, наверное, начнем с журнала, с вот этого. Что это у нас тут? Интересно. Ладно, давайте альбом оставим на потом. Все-таки это самое интересное. Пока отложу в сторонку. И давайте сначала посмотрим журнал, раз уж он у нас уже распакован. Вот, ничего не надо открывать. Я, честно говоря, не планировала брать этот журнал, но Аня взяла, и я тоже решила взять. Не знаю, но так он мне понравился. И этот образ Минхо. Фотографии внутри просто бесподобные. Сейчас мы с вами найдем... Ой, вот я нашла. Что это такое? Ну вот, начинается. Аня, какая красота. Ребят, я знаю, куда я это уже... Так, подождите, у меня здесь биндер лежит. И он пустой. Я как раз просто планировала после этого видео снимать организацию карт. Просто невероятно. Аня, спасибо огромное. Боже, это сейчас было неожиданно. Очень неожиданно. Какая красота. Мне даже интересно, она сама это сделала? Ладно, давайте откроем фотосессию. Мне показалось, что это почти в самом начале. Вот у нас, кстати, обложки. Их пять штук. Я сначала думала взять вот эту. Точнее, я думала между вот этими двумя обложками, но все-таки решила взять Минхо. Хотя вот эта фотография просто невероятно красивая. Давайте смотреть. Мне кажется, они в начале должны быть. Так, вот Син Мин у нас. Ой-ой-ой. Кстати, здесь намного больше фотографий, чем в предыдущем журнале Esquire вот с Хян Джином. Я понимаю, что он там один, а их тут трое, но все равно. Ой, как бы вам это показать? Просто посмотрите эти образы, этот цвет волос Син Мина, я не знаю, что сказать. Это фотография. Она такая красивая, боже мой. Ему очень идет эта прическа. И вот этот. Это моя любимая, наверное. Хотя нет, там дальше будет, наверное. Какая красота. Я не все фотографии видела, мне кажется. Вот эти фотографии Син Мина я точно не видела. Бесподобные, очень красивые фотографии, боже мой. Боже мой. Боже мой. Я ее не видела ни разу, боже мой. Да, этот журнал стоил своих денег, это однозначно. Просто посмотрите на эти фотографии. Он здесь похож на принца из русалочки. Я просто спичлась, я не знаю. Какая красота. О, вот эти. Мне очень нравятся фотографии с водой. Вот это я видела фотографии. И вот эти. Очень красивые. Обалдеть. У Чунина здесь такая классная прическа. У них в целом тут у всех такие, знаете, отросшие волосы. Или это их так уложили, я не знаю. Мне очень нравится. Тут у нас интервью. О, какая красота. Да, вот эти фотографии я не видела. Мне прям нравится. Посмотрите. Сейчас, секунду. Журнал, кстати, очень тяжелый. Какая прелесть. Посмотрите. Мне так нравится. И это, я так понимаю, уже все, да. Ну, посмотрите, у нас очень много фотографий. Прям очень много, я бы сказала. Вот. Это... Меня это очень радует. А то обычно, знаете, покупаешь журнал. Внутри две фотографии. Такой... Класс. Собственно, вот такой у нас журнальчик. Я очень рада, что все-таки его взяла. Потому что сначала, когда я только его оплатила, я немного пожалела. Я подумала, ну блин, зачем мне еще один журнал? Я только взяла с Хёнжином. Но это мой первый журнал с Минхо на обложке, да. У меня уже было... Были два журнала с Хёнликсами. Хёнликсами. Вот. С Хёнжином, получается. И вот сейчас с Минхо. У меня осталось еще с Феликсом на обложке. И все, моя троица у меня будет собрана. Вот такой вот журнал. В общем, я в восторге. Еще этот коллажик, я... Даже не знаю, что сказать. Я его обязательно вставлю к себе в биндер. Давайте смотреть дальше, двигаться дальше. Так. У меня где-то должны быть карты, где-то... Я так понимаю, тут все карты. По крайней мере, я не вижу больше никаких упаковочек, картонок. Сейчас откроем. Блин, я не хотела резать, но... Ладно. Так, у нас тут предзаказки лежат. Давайте я их пока что в сторонку. Тут куча всего, боже мой. Так, ладно. Сейчас я посмотрю, давайте быстренько, что тут у нас. Ой, я не знаю, что сказать. Я хотела карты сейчас вам показать, но нет. Все, я решила, что я на потом их оставлю. Единственное, предзаказки... Давайте мы с вами достанем. Я их покажу одновременно с альбомами. А сейчас давайте откроем вот этот конвертик. Какая-то красота у нас здесь. А тут у меня... Сейчас, секундочку. Стопочка фотокарт. Вот. Они все по-разному упакованы. Разные такие протекторы, поэтому... Мне не терпится посмотреть. Но давайте начнем с подарочков от Ани. Как всегда. Если это посылка от Ани, у нас куча подарочков. Да. И каждый раз, по-моему, упаковки становятся все красивее и красивее. Подарков становится все больше и больше от Ани. О! Знаете, что это такое? Знаете, что это такое? Так. Что это? Боже мой, тут куча всякой красоты. Так, знаете, мне кажется, что вот это у нас филлеры для биндера. Я потом посмотрю. Ну, мне кажется, что так. Либо это в протекторы. Ну, в любом случае. Я это использую. Я вечером же скину Ани фотку. Какая красота. Мне вот эти больше всего нравятся. Ани, двусторонние, блин. Что-то для меня не дошло. Ооо, вот это мне нравится. Блин, я не знаю. Я обожаю вот такие всякие вещи. Я не знаю, я не раз говорила. Какая красота. Я впервые вижу эту фотографию. С какой-то маской, боже мой. Это скан какого-то полика. Ни разу его не видела, честно. Я как всегда. Так, а это у нас что? Это у нас очень красивый протектор. А как доставать карту? Так, слава богу, я не стала его ломать сверху. Он открывается сбоку. Я впервые вижу. Ну, точнее, я знаю, что такие есть, но... Я ни разу у меня таких не было. Да, можно было догадаться на самом деле. Ладно. Блин, мне хочется сейчас взять карту и просто посмотреть, как смотрится. Ладно, давайте я тут все равно карты подготовила, которые мы открывали в предыдущем видео. Давайте посмотрим, как это смотрится. Мне кажется, мы сегодня до альбомов не дойдем. До распаковки альбомов просто видео выйдет сейчас на 2 часа. Но я не могу пройти мимо, я не могу не попробовать. Посмотрите, какая красота. Я в восторге. Давайте вот так пока оставим тут это. Тут у нас такая карточка Хёнжина. Досторонняя. Вот это очень красивая форма. Мне очень нравится этот образ Хёнжина. По-моему, он выкладывал в инстаграм фотки, он еще стоял вот на фоне этой стены в полный рост. Мне кажется, что это были первые фотографии Хёнжина, которые я сохранила на телефон, когда только узнала о Stray Kids, скажем так. Далее. Тут у нас... А, это она мне склеила. Ей клеят часто на письма. Вот такие наклейки. А, она отклеивается. My adorable fairy. Так, и тут у нас еще стикеры. Много стикеров. Посмотрите, какая прелесть. Я не знаю, у меня сейчас такое прекрасное настроение. Потому что, да, в последнем видео, я думаю, было заметно, что у меня было не очень хорошее настроение. Но сейчас, прошло пару дней, я получила эту бандероль. И у меня настроение просто потрясающее. Какие классные. О, это мой любимый... Я обожаю вот этот стрим. Они в целом часто делают себе хвостики с Феликсом. Какая красота. Еще Феликс. И здесь у нас рисуночек Минхо. Ай, спасибо тебе огромное. Я не могу, какая красота, какая красота, как это все красиво упаковано. Мне даже, вот знаете, хочется это все доставать. Хочется обратно положить и просто вот смотреть на это. Тут еще у нас Stars. Ну, сейчас мы дойдем до Five Star. Давайте пока что все это отложим в стороночку. И перейдем к альбому. Аня, спасибо тебе огромное. Итак, собственно, вот они. Три стандартные версии Five Star. Наконец-то они у меня. Очень долго ждала эти альбомы. Прошло почти два месяца с момента камбэка. С релиза данного альбома. И мне не терпится их открыть. Давайте начнем. Заранее извиняюсь за все посторонние звуки. Я не знаю почему, но у нас просто весь район ремонтируют. Везде сверлят дороги. И в целом соседи тоже ремонт. Я не понимаю, что происходит. Видимо, все готовятся к Новому году. Учебному. К рабочему году. Ну, в общем, да. И давайте начнем с предзаказок. Предзаказки у меня от Implant. Да, точно. Предзаказки от Implant. На них был подбор. Я в это время была в Италии, поэтому у меня был ужасный интернет. И у меня не получилось выбить кого я хотела. Такой спойлер. Но, тем не менее, я рада предзаказкам, которые у меня. Вот. Но что с ними делать, я пока не решила. В общем, давайте посмотрим. И первая предзаказка у нас Чанин. Вот такой вот Чанин. Карты, на самом деле, очень красивые предзаказки. И вот, на самом деле, карты Чанины и вот эта карта мне понравились намного больше, чем даже Минхой и Феликс. Вот. Не знаю, как так получилось. Ну, мне кажется, прям суперские. Вот. Скорее всего, я буду их обменивать. Я не знаю. Посмотрим. Но я не уверена, что получится обменять, поэтому, скорее всего, продавать буду. Ну, посмотрим. Не знаю, насколько они сейчас востребованы, потому что прошло два месяца с момента камбэка. Тем не менее. Следующее. Сэн Мин. Вот Сэн Мин. Мне, наверное, из трех предзаказок, которые у нас здесь сейчас будут представлены, это, наверное, моя любимая. Очень мне она нравится. Я даже подумаю, может быть, я ее оставлю. И в целом, может быть, и Чанина оставлю, если не получится продать, обменять. Потому что, ну, очень красивые карты. Задники у них скучновата, конечно, но сама карта. Очень красиво. Еще вот этот его пирсинг. Я в восторге. Мне нравится. И последнее. Ну, тут немного мем, конечно. Да. Мин Хоа Феликса не получилось выпить. Хоп. Зато повторочку. В общем, вот такой Хён Джин, да. Его, я думаю, у меня получится продать, обменять. Ну, посмотрим тоже. Потому что, да. Второй мне точно не нужен. Если эти карты я еще подумаю, что с ними делать, то Хён Джина точно нужно отдавать, продавать. Я не знаю. И давайте, наверное, начнем. Я не знаю, где какая версия. Кстати, на самом деле, я, кстати, так и не поняла, у них есть название или нет. По-моему, они просто ABC, да? Я ведь не ошибаюсь. В общем, давайте просто пойдем с этой. Я, честно говоря, не знаю тоже, какую мне хотелось бы открыть больше. Где какие концепты, я, естественно, не помню. Ну, давайте открывать. И, собственно... Так, у нас здесь... Я думаю, что только в лимитке идет плакат. А, нет. Вот. Так, в общем. Это у нас рандомный, я так понимаю. Да, мы его уже с вами смотрели. Он мне выпал в лимитке, поэтому давайте не будем сейчас тратить на это время. Это у нас вложение. Я так понимаю, что у нас тут не идет рандомный плакат. Хорошо. Давайте откроем постер. Точнее, плакат. Да, здесь он другой. Не как в лимитке. Очень тоже красивый. Я даже не знаю, может быть, я поменяю на горизонтальный, потому что, да, сейчас у меня вертикальный стоит. Вот. Очень красивое фото. И качество потрясающее. Я, ребят, буду немного ускорена, потому что... Ну, камон. Два месяца с момента камбэка прошло, и как бы хочется все-таки посмотреть вложения, кто выпадет, потому что карт у меня не так много. Вот. А фотобуки, я думаю, все уже видели, но... Inhypen я не стала смотреть прямо фотобуки. Тут, кстати, клей. Ничего страшного, наверное. Фотобуки Inhypen я не стала смотреть. Мне написали в комментариях, вот, про то, что зашли ради них. И мне как-то стало немного стыдно, что я пролистала, поэтому давайте все-таки быстренько пройдемся по фотобуку. Но прям быстренько, потому что, если мы каждый будем прям подробно-подробно смотреть, ну, в плане каждую страничку обсуждать, то это прям очень долгое видео выйдет. Плюс, да, я думаю, все уже видели эти фотографии. Хотя, кстати, я нет. Вот эти я, например, видела, а вот на предыдущей страничке нет. Поэтому пройдемся быстренько. Да, и я не знаю, насколько сейчас... О, кстати, здесь уже другого качества странички. Они матовые, а тут глянцевые. Да, трек-лист мы с вами тоже обсуждали в предыдущем видео, когда линитку я открывала. Но фотографии бесподобные, образы тоже. Вот. Мне нравится... Я не смотрела... Ну, я смотрела распаковки, но я проматывала фотобук, поэтому я сейчас впервые смотрю его. И мне нравится, что... Здесь нет у нас пустых страничек. Вот. Тут у нас лирика. Мне, кстати, нравится, что фотографии у нас матовые. Или как это объяснить, не матовые, но... В общем, вы поняли. Мне нравится. Ну, посмотрите, не на белом фоне. Вот это мне нравится. А то делают белые страницы. Ну, кстати, вот это неплохо смотрится. Ладно. О! 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 Мне так нравится этот минхо. Боже мой. Не знаю. В последнее время просто... Ну, вот что... Я только их похвалила. Вот каждый раз так. Стоит мне похвалить и начинается. Но фотографии очень красивые. Может быть, я вот так буду листать. Ну, вот эти белые странички я, конечно, никогда не пойму. Почему? Краску жалеют, краску жалеют. О! Вот эту фотографию я не видела. В минхо так идет пирсинг, мне кажется. О! Вот это классная фотка. Фотобук, правда... Давайте его сами вот так немного раскроем. Ну, образы очень красивые, конечно. И парни, как всегда, невероятно красивые. Я не знаю. Я помню, это, по-моему, был первый концепт, который раскрыли, скажем так. И я прям сразу влюбилась. То есть я поняла, что все, вот этот альбом, эта версия, это будет моя самая любимая версия. Прям все, как я люблю в этом концепте. Да, мне кажется, что это был первый концепт. У меня просто тогда челюсть отпала. Я в таком восторге была. И Джессон тоже. Кстати, что-то мне подсказывает, что, возможно, мне Джессон сейчас выпадет. Ну, сегодня в плане. Вот в этом образе. Я надеюсь, что нет. И вот Сэн Мин. Я надеюсь, что мне не выпадут эти две карты, потому что я не смогу их обменять и продать. Они мне так нравятся. Вот эти странички мне тоже нравятся. Поэтому, пожалуйста, не нужно. Как классно. Общих фотографий, да, у нас не так много получается. Но все равно мне нравится. Класс. Я так рада, что я наконец-то держу в руках этот альбом. Такой диск я не буду доставать. Вот. И как-то так у нас. Теперь давайте перейдем к рандомным вложениям. Сейчас как бы достать и не спалить все это. И давайте, наверное, я выложу карты. Сейчас, секунду. Вот, у нас три карты. И есть Чан, но я его уже отложила для продажи, для обмена. И давайте смотреть. Я надеюсь, что мы обойдемся сегодня без повторок. Но тут я вспомнила свою первую распаковку. Одинари. Когда у меня все выпали в повторке практически. Ну это просто до слез. Давайте по очереди все доставать. Я достала. Вроде тут ничего не осталось. Да, пусто. Я не могу, я прям волнуюсь. Повторюсь, такой долгожданный альбом. Так. Раз карта. И вторая. Вот. Так, отлично. Карты мы не спалили. Это уже радует. И давайте смотреть. Так, первые это у нас стикеры идут. Это у нас рандомные. Феликс. Я больше всего хотела его вот эту штучку. Как это называется? Outfit of the day. Я так рада. Да, в лимитке у нас выпал чан. Какая красота. Какая красота. А, так. Еще стикеры. Я забыла даже. И вот это, я так понимаю, что они одинаковые в каждом альбоме. Да, мне так кажется. И давайте смотреть карты. Так, смотрите. Одна у нас в этом образе получается. И у меня только Хён Джин в этом образе. Кстати, у нас опять нет дабл. Прям мне в этот камбэк не везет на даблы. Ну да ладно. Давайте смотреть, кто это. У меня вообще не малейшего предположения. Чан Бин. Так, ну, Чан Бин у меня всегда, часто выпадает в распаковках. Да. Ой, я даже, я надеюсь, что у меня получится обменяться потом. Вот. Потом, ну, я рада, что это Чан Бин. В целом, я рада любым участникам. Я говорю, я сейчас рада любым картам. Потому что, наконец-то, моя коллекция пополнится. Плюс еще тут стопочка лежит. Я очень рада, честно. Я сейчас рада любым картам. А там уже, если что, обменяю и продам, как пойдет. Это у нас карта... Да, вот этот концепт. Давайте смотреть, кто тут. Я так и знала, что тут Феликс. Я прям, знаете, я потрогала и такая, блин, сейчас будет повторка. Первая повторочка. Ничего, бывает. Нет. Нет, у нас сюда получается. Ну, ладно, давайте двигаться дальше. Я надеюсь, что это первая и последняя повторка. Ну, я надеюсь, что будет хоть одна новая карта из моей троицы. Хоть чья-нибудь. Так, откладываем в сторонку. И берем следующую версию. Давайте я тут это так и оставлю. Мне как-то не хочется убирать это все. Так, смотрите, здесь у нас другой фотобук. Это уже радует. И рандомные вложения. Давайте посмотрим быстренько. Вот этого у нас не было. Кто по концепт? А, да, здесь другой концепт. Это, получается, предыдущий концепт у нас. Ой, очень красиво выглядит. Супер. Мне так нравятся вот эти фотобуки маленькие. Ой, последняя страничка классная. Мне даже на секунду показалось, что это календарь. Реально. Здорово. Здорово. Так, плакат. Такой вот. Ой, вот этот мне очень нравится. Наверное, я его все-таки повешу. Так что сон здесь смешно выглядит из-за того, что бумага помята. Ой, блин, я не могу. Вот этот образ Феликса. Если мне выпадет Феликс в шапке. Или Хянджин в этой шубке зеленой. Точнее, мех. Я не знаю, я буду просто рыдать. Так хочу. Так, смотрим быстренько с вами фотобук. Ой, здесь уже другой цвет. Другая атмосфера. Ой, вот этот мне тоже очень нравится. Фотобук. И образы. Ну, в частности, честно, Хянджин и Феликс прям для меня тут выделяются. Это однозначно. И Джисон. Джисон. Тоже здесь очень красивые его образы. Вот посмотрите, как классно, когда вот такие вставки. Ну, просто атмосфера невероятная. И вот Феликс в шапке, это я не знаю. Я, по-моему, когда открывала лимитку, не раз говорила про это. Но этот образ Феликса, наверное, вообще для меня любимый. Самый любимый из последних двух камбэков. Потому что это мой второй камбэк. Вот. И за то время, что я слушаю и слежу за Стрий Китс, это просто фаворит мой. Да, я так быстренько-быстренько листаю. Ну, вы уж не держите на меня зла. Ну, поймите, мне очень хочется посмотреть. Ой, вот эту фотографию я не видела. Посмотрите, как класс. Ой, здорово. Я ее не видела. Если бы я ее видела, я бы ее поставила точно на обои, на компьютер. Блин, вот здесь начинает тяжело не перелистываться. Как-то надо держать, что ли. Ну, Минхой здесь в этих сапогах, конечно, просто потрясающий. Я не знаю, вот... Просто я не могу оторвать взгляда от Минхо, честно вам скажу. Да, я это хотела еще в первом фотобуке прокомментировать. Ну, что-то я сбилась с мысля. В общем, Минхо просто... Я смотрю на него, я... Правда. Меня переполняют чувства. И вот этот Хёнжин... Я не знаю, как иментировать. Моя троица меня просто продолжает... Врейкерить, если это вообще возможно. Джессон, Джессон здесь очень красивый. Мне прям нравится. У них тут такие еще образы, такие спокойные. И вот эти свитера, кардиганчики как-то правильно. Очень красивые. Но Феликс однозначно тут прям для меня выделяется. Не знаю, многие смеялись, угорали с этой шапки. Мне так нравится. Вот эти звездочки еще. Five star. Вот так вот. Так, давайте смотреть вложения. Перевернусь. Я просто даже не знаю, правда, как комментировать фотобук. Потому что, если по альбому только вышел, я бы, наверное... Так, сейчас, секунду. У меня бы, наверное, было много комментариев. Но сейчас... Это уже так давно было, как будто бы... Так, сейчас. Все вытащили. Вот. И все, что я хотела сказать, я уже со всеми поделилась. Всем подругам. Так, мы не спали сейчас ничего? Так, вроде нет. Давайте смотреть, с кем у нас outfit of the day. Ченбин. Так, Ченбина у меня не было. Это здорово. Не повторка. Да, Ченбин прям... Уже второй Ченбин у нас пошел. Сегодня он... Так, у нас дабл. Первый дабл. Я не знаю, чьи это пальчики. Так, стикеры. Они везде одинаковые. Откладываем. И это у нас тоже одинаковые. Мне кажется, это Ченбин. Давайте откроем. Это Сэн Мин. Что? Ой, я была уверена, что это Ченбин. Мне показалось, он такие коротенькие пальчики. Вот. Это Сэн Мин. Посмотрите, какая карта красивая. Правда, тут у нас какая-то грязючка у него. Да, но карта очень красивая. Единственное, они немного все, знаете, погнуты. Нужно будет их как-то расправить. Так, это дабл. Это у нас вот сюда идет, получается. И посмотрим, кто у нас тут. Опять Ченбин. Боже мой. Я немного расстроена, что мне пока никто из моей троицы не выпал. Ну, Феликс, но это дабл. Это мы не считаем. Вы не подумайте, что... Нет, я рада любым картам, но просто их нужно будет обменивать, продавать. И вот это все равно, знаете... Не люблю я все эти процессы. Но... Ладно. Скажем спасибо, что вообще есть карты, есть альбомы, есть возможность. И давайте смотреть, что у нас в следующем альбоме. Кто у нас выпадет. Я прям... Блин, я не знаю. Вот я так и сказала вчера подруге, что... Когда я открываю альбомы... Сейчас, секунду. Когда я открываю альбомы, мне либо выпадают все мои участники... Ну, в плане, кого я собираю. Либо не выпадает никто. Вот такое ощущение, что сегодня никто. Так, давайте смотреть. Посмотрите. А, они соответствуют. Да. Да, они соответствуют. Я думала, они рандомно идут. Может быть, они только в лимитке идут рандомно? Давайте посмотрим. Ой, какая... Мне нравится. Он так необычно тут выглядит. Мне нравится. Минхофф беретти хочу. Так много у меня карт, которые я хочу. Да, после... Ну, ладно, это я скажу в конце видео. Такой вот фотобук. Так, тут у нас постер. Ой, боже мой. Я не знаю. Он вертикальный. Я не знаю, как тут вообще выбирать. Они все такие классные. И это качество, это просто что-то с чем-то. Я правда не знаю. Блин. Я была уверена, что я повешу плакаты из предыдущего альбома. Но этот вертикальный мне так нравится. Ой, ладно. Я подумаю. И давайте смотреть фотобук. Вот эта версия, наверное, для меня она такая самая простенькая. Блин, у меня немного тут помялись странички. Я думаю, я их смогу расправить потом. Да, наверное, это моя менее любимая версия. Вот. Но это не значит, что образы некрасивые, нет. Ну, как бы без комментариев. Вот. Вот эти джинсы с Энмином мне так понравились. Мне еще понравились. Я до сих пор не... О, какая красивая фотография. Я еще до сих пор не отошла от... Помните, были джинсы у Хён Джина в Максидент с сердечками? Я до сих пор от них не отошла. Я до сих пор себе такие хочу. Я думала даже самой как-то разрисовать. Но... Не знаю. Посмотрим. Как-то я немного странно, да, листаю, но... Очень красивая фотография. Да, открываем с вами альбом, и уже столько времени прошло. Мне кажется, что скоро уже новый камбэк. Месяца через три. Ой, вот это классная фотография. Какая классная, боже. Мне очень нравится. Ну, Феликс тут просто... Короче говоря, мне кажется, что Феликс у меня в эту эру фаворит. Больше всех выделился еще. Этот его цвет волос синий, с которым он сейчас ходит. Промоушен весь с ним был. Очень мне понравился. Прям очень. И я до сих пор хочу купить какую-нибудь карту его с синими волосами, потому что... Ну, потому что да. Их уже много вышло, и мне кажется, их можно найти по нормальной цене какой-то приемлемой. Очень красивая фотография. Поэтому надо поискать. Вот. Эти альбомы, на самом деле, и вот эти карты, которые ко мне пришли, это практически последний став, который я заказывала. В том плане, что после этого я заказала только DVD и пару карт, и все. Поэтому... Нескоро, мне кажется, у нас будет следующее видео. Вот. О, вот это очень классная фотография. И вот это. Их я не видела. Поэтому да, с нетерпением жду нового альбома. Через месяца три я буду готова. И сейчас, вот мы с вами, получается, получили все альбомы на руки, и сейчас с чистой душой я смогу заказывать новые карты, получается, из Five Star. Вот. Вот. Потому что, да, уже два месяца прошло, и пора собирать карты. Такой риск очень красивый. Кстати, он как будто бы немного желтеньким вот здесь отдает. Так, давайте смотреть, кто у нас здесь сейчас выпадет в этом альбоме. Так. Я уже ни на что не надеюсь. Так, сейчас, секунду. Так, у нас повторка, я вижу. Повторка Outfit of the Day. Ой. Повторки меня расстраивают. Нормально вылетело. И у нас Double. Да, повторки меня расстраивают сильно, я честно скажу. Это не потому, что это там Чен Бин или типа того. Кстати, вот это, мне кажется, что это Джессон. Я не знаю. Не уверена. Вот. Меня очень расстраивают повторки. Я не знаю почему. И, повторюсь, дело не в том, что это Чен Бин, а в том, что это повторки. В плане, тут Чен Бин выпал и тут. Тут Феликс. А у меня уже такой есть. Так, это мы все сразу откладываем. А где? А стикеры я уже отложила. Так, секунду. Или я их не выложила. Или я их уже отложила. Да, тут у нас тоже Чен Бин. Постойте, я не понимаю. Я их так на автомате, что ли, отложила? А, да. Надо же. Так, давайте смотреть карты. Я прям уже спидраню, потому что у нас еще... Так, у меня снова закончилась память. Продолжаем. Ускоряемся. В общем, я, честно, не знаю, чья... Боже мой. Я так ее хотела. Я не знаю, что сказать. Боже мой. Ну вот. Порадовал под конец распаковки. Я так рада. Это еще и самая моя любимая карта. Ну, после той, конечно. Я в восторге. Супер. И последняя карта... Это туалет Каменхо. Боже мой. Ай. Я уже была в расстроенных чувствах, что они меня нигде не порадовали. И просто... В последнем альбоме... Это невероятная карта. Я сейчас расплачусь. Я так рада. Супер. Посмотрите. Какая красота. Порадовали под конец. Порадовали. Ну, посмотрите на них. Блин. У меня были догадки, что это Минхо. Ой. Что это Хёнжин. Но я также думала, что это, возможно, Джисон. Потому что он тоже любит ногти накрасить. И почему-то мне казалось, что у него были накрашены тоже ногти. Но, видимо, я ошиблась. Ну, я... Я не верила, что это может быть Хёнжин. Еще и Минхо туалетка. Это просто легенда. Так. Это у нас вот эта версия, я так понимаю. И вот эта вот эта. И таким образом у нас прям ровненько получается. И теперь давайте посмотрим карты альбома. Давайте я просто для фона вот так положу. Так. Давайте посмотрим на карты. Так. Это у нас предзаказки. Карты, которые я получила, которые я заказывала... Тут, конечно, очень долгожданные. Давайте пойдем по очереди. И первая это Минхо Эппл. Так. Это моя самая долгожданная, мне кажется, карта. Потому что ее в первый раз не доложила китаянка. В общем, в первую коробку ее не положили. Про нее забыли. И наконец-то она ко мне пришла. Я ее взяла... Блин, мне кажется, рублей за 200-300. И я вообще не понимала, почему она такая дешевая. Потому что, как по мне, невероятно красивая карта. И Минхо тут просто волшебный. Вот. Это у нас Эппл. Я так понимаю. Вот на Изи. Очень красивая карта. Я прям ни капельки не пожалела, что ее взяла. Так еще и за рублей 200. Ну, как бы... Сами понимаете. Так. Давайте смотреть дальше. Это Мейкстар, Хенчжин, Максидант. Знаете, за сколько я его взяла? По-моему, тоже рублей за 300. Это моя вторая гола карта. И я... Я в восторге. Я не знаю, почему она стала такая дешевая. Но то есть она в среднем сейчас 300-600 рублей стоит. Ну, очевидно, что когда был только камбэк, она стоила гораздо дороже. Мне кажется, 1500 минимум. И вот она у меня. Ну, 1500 мне было как-то жалко. А тут, ну, честно, рублей за 400 взяла. Посмотрите, какая она красивая. Невероятно. Я так рада. Ой, блин, у меня прям сразу настроение поднялось. Далее Елу Вуд, что очень неожиданно, потому что я говорила, что я не буду покупать карты более ранних эр, пока не куплю сами альбомы. Но тут была карта за 115 рублей, по-моему. В общем, это Феликс. Такая рамочка. Тут, кстати, дефектик. Ну, ладно. Это было очевидно, да? За 100 рублей. Но мне все равно, честно говоря, я так рада. Это... Я так рада, хоть это моя первая карта из более ранних эр. И я не знаю. Я очень рада, что я ее взяла, ни капельки не пожалела. Да, тут, конечно, есть такие моментики, но... 100 рублей, как бы. Очевидно. Дальше у нас... Давайте достанем. Да. О, а посмотрите, какой... Я даже не посмотрела. Посмотрите, какой протектор. Прелесть. Тут, кстати... А, этот остается. Понятно. Так. Давайте смотреть. Да, это у нас хенджин из Digipec. Вот. У меня, получается, уже есть один сейчас. Вот этот вот. И что-то из этого это предзаказка, а что-то просто к Digipec. Вот. Поэтому Digipec хенджина я собрала. Очень красивая карта. Супер. Супер. И последнее... Что-то я так даже... А, я знаю, что это. Это у нас тоже хенджин. Как видите, я решила немного Максидент набрать. Это у нас Star River. Я очень хотела эту предзаказку. И тоже она была, мне кажется, достаточно дешевая. Ну, то есть, она была не больше 1000. Вот. И очень красивая карта. Я сейчас хочу Минхо эту же карту взять, потому что они в очень похожих позах. Мне кажется, они очень классно будут смотреться. На одной страничке. Ну, посмотрите. И он еще тут с хвостиком, эта прическа. В общем, альбомки, точнее, предзаказки Максидент просто неожиданно для меня стали какими-то невероятно красивыми. И я не могла удержаться. Потому что, да, честно, предзаказки к Five Star до сих пор мне не все нравятся. То есть, у Хенжина мне почти все нравятся. Но вот, например, Минхо, Феликс, я думаю, 3-4 максимум. Вот. У Минхо 3-4 максимум, у Феликса побольше. Но, в общем, суть ясна. А вот к Максидент, я не знаю, мне прям... Я смотрю, мне хочется очень многие купить. И, возможно, когда я вернусь к работе, вот, к подработке, точнее, я, возможно, докуплю все это дело. Начну снова более активно собирать. Потому что это все, что я покупала месяца два назад. Поэтому... Да. И давайте сейчас все это выложим. Подытожим, скажем так, сегодняшнюю распаковку. В общем, вот такая у нас получилась распаковка. Наконец-то мы с вами можем начать собирать карты Five Star с чистой душой. Потому что больше никакие альбомы ко мне не идут. И я, честно говоря, в восторге от сегодняшней распаковки. Мне кажется, она немного длинная получилась. Но, тем не менее, тут вот весь став, который я прям, правда, с нетерпением ждала. Наконец-то мы открыли альбомы, получили свои карты. И, в целом, я очень довольна картами, которые нам сегодня выпали. Также открыли тоже очень долгожданные карты, предзаказки. В общем, журнал. Куча подарочков от Ани. В общем, да, ребят, спасибо вам большое за просмотр. Я надеюсь, что вам понравилось данное видео. И увидимся с вами в следующей распаковке. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok